Привет! Меня зовут Юлия, я конный блогер, владелец двух лошадей, и это моя программа Хорс Обзор. Нет, подождите, сегодня у нас Хорс Обзор. Сегодня мы с вами поговорим про конную диетологию. Почему так важно правильно сбалансированное питание? Как его подобрать, учитывая возраст, физические нагрузки и состояние здоровья? Сегодня у нас в гостях Мария Хорс Диет. Маш, привет! Расскажи, пожалуйста, кто такие Хорс Диет? Очень рада с тобой увидеться сегодня. Хорс Диет – это команда специалистов, которые занимаются непосредственно индивидуальными программами питания, которые формируются для лошадей, основываясь на их индивидуальных потребностях. Как ты к этому пришла? Откуда вообще возникла идея Хорс Диет? Идея возникла, на самом деле, из-за того, что не было ресурсов, не было врачей, которые могли бы помочь мне, как-то не владельцу. Это какой год? Получается, что мы на рынке уже два года, а все началось с 2016 года. Это наш самый первый этап, когда я начала искать врачей, соответственно, нашла специалистов. Мы начали вводить эти программы, и, соответственно, уже после этого… У тебя была какая-то личная проблема, потребность в этом, да? Да, 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 непосредственно. Из-за этого встал и вопрос, что я начала искать специалистов, которые могли бы мне помочь разобраться с тактикой и вообще с проблемой питания, которая стоит на российском рынке до сих пор, да? Ну, к счастью, появились мы, скажем так, разобрались с этим. И на тот момент не было специалистов, квалифицированных, которые могли бы мне помочь с этим. А в чем была потребность именно твоя в тот момент? Что было не так с твоей лошадью? Ты знаешь, изначально мне казалось, что все так. То есть визуально каких-то признаков определить было невозможно, потому что очень много течений и заболеваний, которые сейчас я уже узнаю посредством работы своей, да, они протекают бессимптомно. На тот момент моя лошадь резко перепала, без каких-либо сопутствующих факторов, да, не было резкого переезда, стресса и так далее. Перестал переваривать пищу от слова почти совсем, да, выходил почти цельный овес у нас как бы. И я поняла, что нам нужно заняться не только питанием, но и в принципе здоровью своей лошади. То есть, соответственно, я начала искать специалистов, это был не один специалист, скажу сразу. И я пришла к тому, что когда я решила заняться питанием, на рынке не было в принципе услуги, как таковой, для того, что реализовать вот эту потребность индивидуальной лошади, что нужно конкретно моей лошади. Что на какие-то группы, сегменты есть возможность приобрести эту услугу, но не конкретно под лошадь. И потом, соответственно, ты начала на примере своей лошади, употребляя рекомендации, да, которые тебе давали специалисты, видеть результат. Соответственно, потом к тебе пришли, как я помню, ты мне рассказывала уже друзья с просьбой, помоги нам, пожалуйста. И ты начала помогать им, набираясь опыта и набирая команду. Где ты брала команду для хорсдия? Да, изначально же, как произошло, что врача, единственного врача, который нашли реально диетолога, который занимался узкоспециализированной вот этой деятельностью, да, отраслью, скажем так, я нашла на семинаре по укормлению. При том, что там она выступала просто как участник, да, набираясь дополнительного опыта. Второго врача, который мы уже приобрели, так как была потребность вызывать врача, чтобы правильно сдать все необходимые исследования, да, я искала, соответственно, врачей и познакомилась с врачом непосредственно у себя. Да, она ко мне приехала, мы с ней пообщались, она заинтересовалась проектом, сказала, что у мелких животных, например, собак и кошек, это тематика развита уже много лет, есть личные диетологи у собак и кошек, да, но с проблемой питания мелких животных нет такой острой сейчас необходимости, потому как очень много сбалансированных кормов и не такой, к сожалению или к счастью, спектр потребностей у этих животных, да, как непосредственно у лошадей, да, у них есть своя определенная специфика пищеварения, да, которой нужно подбирать определенные подходы. А как обстоят дела в Европе с этим? Ты брала пример с Европы? В Европе все прекрасно, ну, мы в Европе учимся. Я скажу так, что в первую очередь мы обращались к специалистам из Америки, да, там, где мы брали основную базу, на которой мы основывались, да, а уже дополнительно черпали опыт из европейских стран, это Германия. Есть на российском рынке тоже база, база, определенно теоретическая, скажем так, база, и ее нужно очень правильно балансировать между базой европейской, американской, и все это переносить на наш рынок. Под наши, да, условия. В этом была основная проблема, потому что специалисты, находящиеся за границей, не имеют представления о нашем рынке и, соответственно, готовя продукцию, они подготавливают под свою почву, под свои потребности, под своих лошадей, да. А у нас совершенно другой микроклимат, другая почва, другое сено, да, это основа рациона, насколько мы помним. Здесь этот опыт нужно перенести на реалии нашего времени в Россию. И здесь, наверное, самая была сложность при подготовке этих индивидуальных программ. А твоя команда состоит из кого? Сейчас в команде у нас основных три человека, да, основой нашей команды является Анна. Анна Васина – это наш врач-диетолог непосредственно, которая занимается программами, именно расчетом программ диетотерапии, выписывать необходимые ветеринарные направления, если требуется при прихоживании программы. Второй врач, который у нас есть, это врач, которой Анна Строкина, она занимается выездом непосредственно в лаборатории, и забор крови, соответственно, осуществляет все необходимые для исследования, да, биоматериалы, скажем так. Вот, я отвозь уже в лабораторию, соответственно, у нее своя клиника, и мы можем воспользоваться как анализаторами из ее клиники, так и анализаторами, которые стоят в коммерческих лабораториях, да, с которыми мы также сотрудничаем. В принципе, диетотерапия – это такая очень объемная наука, и на самом деле, когда вот ты спросила, первый вопрос, почему я начала искать специалистов, потому что, когда я решила углубиться в это, я поняла, что кроме как врач в этой тематике не разберется, при том, что это нужно не просто профильное образование, которое есть у нашего врача, но это колоссальные затраты на обучение за границей, здесь, и помимо того, что мы изучаем диетологию, мы изучаем ветеринарную, в принципе, практику, она проходит ее постоянно, сейчас она работает, так еще помимо она проходит курсы агротехнологий, да, которые кормовых производств, и здесь очень важно, чтобы она понимала тенденции кормового рынка, с которым мы сейчас работаем. Почему это так важно? Важно, потому что каждой лошади нужно, как и человеку, определенное балансированное питание. Почему овес, сено и каша, да, это каша, овес плюс отруби, этого недостаточно для жизни лошади? Потому что там есть нехватка микро- и макроэлементов. Ну хорошо, всю жизнь так жили, а сейчас что, нельзя? Да, раньше и был принцип определенный, то есть не просто же так взяли овес и отруби, то есть за основу, да, как бы, это было не просто так, потому что овес был самым дешевым, в принципе, компонентом, которым мы могли взять, и овес – это злак, из которого мы получаем основное количество энергии, поддержки, да, как бы для лошади. Соответственно, раньше и на овес, и отруби составляли основную порцию. Отруби – это было как премикс, как добавка, ну, по сути, на самом деле, для того, чтобы была объемная каша, чтобы увеличить объем. Почему был такой рацион? Из-за того, чтобы была экономия, экономия на корме. И на самом деле могу сказать, что на то время, которое мы рассказывали с тобой, что был привычен, да, все на овсяный рацион, многие спортсмены не придерживались его, и максимальный свет врачами самостоятельно, они балансировали этот рацион для того, чтобы у их лошадей появлялась и раскрывалась возможность, да, их потенциала для дальнейших достижений. На самом деле не все так кормили, и до сих пор не все так кормят. Но почему-то, ну, как бы, не почему-то, а понятно, да, все это начало базироваться на этой основе, и никто не стал дальше разбираться, почему же все-таки овес, всего два компонента. Баланс питательных веществ очень влияет на организм. То есть любая диета, терапия, о которой мы говорим, это не совсем лечение, это поддержка организма, да. Если мы эту поддержку вовремя не дадим, то, соответственно, все вытекающие проблемы, которые мы видим с лошадьми сейчас, они так или косвенно, или напрямую связаны с кормлением. Например? Например, мы можем взять проблемы желудочно-кишечного тракта, язвы. Это неправильная и тактика, и неправильное кормление, о чем мы говорили. Дозировка, наверное. Большой объем овса, да, то, что мы говорили сейчас с тобой. Помимо этого, есть проблемы метаболические, да, есть проблемы набора веса, с которым мы уже боремся не первый год, да, с лошадьми. И, к сожалению, раньше было принято, что крупная лошадка – это красивая лошадка, а сейчас тучная лошадка – это тяжелая лошадка, у которой нарушен обмен веществ. И чтобы здесь сейчас хотя бы на этом моменте среагировать, нужна правильная диета-терапия. То есть мы говорим о профилактике питания изначально при рождении лошади, да, для того, чтобы исключить момент того, чтобы у лошади была возможность приобрести вот эти негативные факторы, да. И говорим о том, что мы можем поддерживать за счет диета-терапии непосредственно качество жизни животного. То есть диета – это инструмент, как таковой инструмент, который мы не использовали. То есть правильно подобрав рацион, можно улучшить качество жизни своей лошади и продлить эту жизнь. Да, 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 однозначно, да, и продлить, и поддержать. Поддержать определенную проблему, если она есть на каком-то этапе, да. К сожалению, есть этапы, на которых это уже невозможно. Мне кажется, что, ну, судя по твоему инстаграму, по диалогам нашим с тобой, что люди чаще к тебе обращаются, когда проблемы у животных сформированы. Да, и, к сожалению, сейчас я стараюсь, когда мы пытаемся менять мир, да, и мы первые, кто занялись этой проблемой. И я думаю, что на самом деле мы донесли какую-то часть до людей, потому что задача блога, основная задача блога в инстаграм – научить людей правильной тактике кормления, подойти к сбалансированному кормлению хотя бы на этом моменте. То есть если мы хотя бы включим правильную тактику, соответственно, да, то мы уже исключим порядка, там, половины проблем, которые есть у животных, да, как бы. Если мы сбалансируем его рацион, мы улучшим и продлим жизнь этого животного, как бы. И на это и включен обзор. Потому что в последнее время, да, к нам обращались очень много людей с проблемами, причем уже, я могу сказать, что, знаете, были такие люди, которые шли от отчаяния. Что серия питания нам сейчас спасет и поможет. И я говорила впрямую, что, ребята, вы понимаете, что с вашими проблемами вам нужен текущий ветеринарный врач, и как возможно поддержка, мы можем, как бы, помочь в вашем случае. И то не всегда это стопроцентный результат. Не всегда. И я всегда говорю, что есть изначально, если вы изначально бы задумались об этом вопросе, мы бы смогли вам помочь. Если вы хотя бы в середине цикла тоже поддержка, когда вы уже находитесь на конечном пути и ищете, как бы, помощь. На самом деле, в 90% случаев, что радует, мы получаем динамику, положительную динамику, и это здорово. Но я никогда ее не обещаю. Потому что питание – это все-таки профилактика и поддержка. То есть твоя программа, она начиналась с того, что сарафанное радио тебе помогло, да? Да, да. На самом деле, вообще, это очень забавно, потому что мы начали только-только заниматься моей лошадью, да. Когда мы увидели первые результаты, естественно, конники обратили внимание, потому что, ну что это, неадекватная женщина бегать этими мешками, что-то мешает, заморачивается, все кормили как… И кормят, и все нормально. Потом смотрят, появился результат. Они подошли, смотрят, ингредиенты точно такие же, какие были. Состав поменялся, пропорция. Они так удивились, потому что, ну, вроде бы, да, должен же быть какой-то компонент, который изменит. Вот эта вот волшебная таблетка, которая срочно повлияет на лошадь. Но нет, здесь не случилось такого. Здесь была именно пропорция, и она сработала. Да, и причем, что это же не метод научного тыка. Мы же не занимаемся подборкой просто компонентов из серии, там, БТМ, овса, мюсли и так далее. А как вы вообще делаете подбор? На самом деле, я могу даже показать программу. Мы рассчитываем качественный и аналитический состав. То есть здесь присутствуют такие неприятные и многим неизвестные, к сожалению, слова, там, как сырой протеин, да. Определенный уровень крахмала регулируем. То есть, как бы, здесь этот процесс — это химия. Опять же, это химия, которая известна только врачу. Хорошо, вот у меня есть лошадь. Фактор и Азирис, да, ты к ним приезжала. С чего мы начинали, расскажи. Самое начало у нас было с осмотра. Что нам важно подчеркнуть? Осмотр заключается в том, чтобы первично заметить те проблемы, на которые мы должны обратить внимание, и что мы можем с точки зрения питания помочь, этот алиментный фактор, как бы включить в эту позицию. И второй момент, что мы делаем замеры, отчеты, собираем полный анамнез для врача. Сдаем кровь, биохимию крови. Это уже второй этап. То есть, у нас получается так, что если мы проходим первый этап, то второй этап — это уже назначение ветеринарного врача. Судя по анамнезу, который мы собираем, анализ рациона, который очень важен, чтобы понять, что сейчас происходит с лошадью, и мог ли этот рацион повлиять на ее состояние, насколько это взаимозависимые вещи. Ты учитываешь на нагрузку, как часто мы тренируемся, чем вообще занимаемся. Конечно, сейчас очень здорово, что многие частенькие люди, которые подходят ко мне с просьбой рассчитать рацион, скажем так, они делают колоссальные вещи, они даже меряют пульс. То есть, для того, чтобы понять, какая у тебя нагрузка у лошади, нужно вымерить пульс, и, соответственно, из общих данных, из расчета мы получаем дельту, которая затрачивает лошадь в тренировку. И здесь у нас есть четкие цифры, сколько количества энергии нам требуется на затраты. Считаем, сколько в неделю, грубо говоря, у нас проходит тренировок. Примерно считаем, сколько она затрачивает энергии на свои нужды, на выгулы и так далее. Сколько она получает от еды. Да, то есть, естественно, будет дельта. Естественно, 100% не будет расчета, потому что очень много фактов, которые могут влиять, включая человеческие. Но здесь мы максимально стараемся подходить к цифре, чтобы она была близка для расчета. Чтобы мы могли действительно рассчитать, а не подбирать. Это не подбор рациона, это расчет программы питания. То есть, это четкие цифры. У тебя есть несколько программ. Ты предлагаешь в качестве своих услуг несколько вариантов программ. Вот если человек хочет к тебе обратиться, допустим, он находится в регионе. Москва, Питер, окей, мы близко. А как с регионами ты работаешь? Какие программы ты можешь им дистанционно ждать, ты им предлагаешь программу? Да, мы сначала думали очень долго, как это сделать, потому что в любом случае очень сложно, не видя лошадь, дать определенного типа рекомендаций, сказать. Но мы поняли, что есть выход из этой ситуации, что мы можем, в принципе, работу менеджера, который должен делать на первичный выезд, перенести на владельца. Но здесь четко обговариваются условия. Когда мы начинаем предлагать пакет удаленный, мы говорим о том, что 50% залога вашего успеха – это ваша работа. Чем точнее будут данные, чем лучше вы сделаете работу, причем мы сделали специальные инструкции для того, чтобы у человека не было лишних вопросов, для того, чтобы он четко шел по инструкции и выполнял порядок действий. И насколько четче и яснее будет и более развернутый анамнез в лошади, тем больше возможностей у нас будет с ней работать. Но я могу сказать, что это более трудодажа затратно, чем выездные мероприятия, потому что на выезде мы сразу четко видим картину. И, в принципе, за счет исследований либо подтверждаем косвенно, либо не подтверждаем какие-либо дифференцированные диагнозы, то здесь появляется куча нюансов в работе, которые мы даже предположить не могли. И все время нужно докапываться, искать, искать, искать причину. То есть нельзя говорить о том, что моя лошадь сейчас тусклая, это явно связано с кормлением. Нельзя четко утверждать это, нужно явно понять причину. Питание ли стало этой причиной, да, как бы. И здесь мы уже начинаем выяснять, то есть это такой детективный сериал уже начинается. А вот ты, когда приезжаешь на выезд, ты смотришь условия содержания лошади? Ты можешь что-то про это сказать? Обязательно. Обязательно в порядке, потому что это ключевой залог здоровья лошади, это содержание, культура содержания и кормления, и тренинг. Я помню, ты помогаешь разобраться с сеном, как его определить, правильно или неправильно. Ну, условно, правильно, неправильно, да, хорошее или плохое. И мы сегодня обязательно это сделаем. Да, самое главное, что сейчас есть очень большая проблема. Порядка 50% выездов, которые я совершаю, мы смотрим сено, оно находится, к сожалению, с определенным типом плесенью, грибком. А есть ли какая-то, ну, логика, да, то, допустим, если это крупный КСК, там обязательно хорошее сено, или маленький, конечно, там плохое сено. Это как-то связано друг с другом? На самом деле связано с поставщиком и связано с сотрудниками, кто занимается. Я как говорю, что все идет от головы, поэтому в зависимости от того, кто находится на очко, нам от этого и, соответственно, ситуация в КСК, она либо разрешается, либо она остается тем же, при этом человек, зная проблему, продолжает, скажем так, делать, но с точки зрения бизнеса, да, экономии. Опять же, мы стараемся экономить на всем. Мы стараемся экономить на сене, мы стараемся экономить на еде, но при этом мы покупаем хорошие, мягкие, новые седла, но тенденции с кормлением мы не хотим идти. Зачем тратить на здоровье лошади, если можно посадить попу и комфортно посидеть в седле? Если можно прийти в теплый КСК, попить хорошего кофе, пойти в манеж, погреть лошадь в солярии и поставить ее в Денид. Естественно, хочется потратить на себя, это эгоизм, да, человеческий эгоизм. И те люди, и та культура, которая пришла к нам с запада, это работа, в частности, в руках, да, определенного типа. Совершенно другой подход к спортивному направлению. Задача на всаднике. Лошадь 30%, 70% задача – это всадник, да, как бы он раскрывает лошадь. Поэтому здесь то же самое. Все здоровье лошади в основном лежит на владельце. В руках владельца. Да, мы ответственны за то, что мы делаем. Мы ответственны за то, чем мы кормим. Ты поможешь нам сегодня поделить сено? На что обращать внимание, да, хорошее или плохое? Ну, это важно и для новичков, и для людей, которые более опытные, но не обращают внимания какие-то, может быть, такие моменты, да. И овес. Ну, два составляющих рациона любой лошади. Да, Павелич? Да, конечно, конечно. Мы переходим за кулинарный стол. У нас начинается кулинарное шоу, и Маша нам обещала рассказать, какие есть виды кормов. Расскажи нам про еду. Ну, вот сейчас мы выставили минимальный комплект, то, что есть на столе. И оказывается, что помимо овса и сена, то, что мы видим, у нас есть уже готовые сбалансированные решения, это готовые мюсли, которые как раз ест фактор, насколько я помню, да? Да. Это, причем, это мы индивидуально подобрали уже на готовой коммерческой линейке, то есть это готовое решение, которое было подобрано из идеальной потребности фактора. Вот, либо мюсли, можно взять, там как раз есть фрукты этих мюсли. Да, его можно, в принципе, разобрать и посмотреть, то есть как бы. Это, это менять, Азирис, это индивидуальный рецепт, то, что мы заказываем с компанией Анилин по результатам анализов, по твоим осмотрам, в общем, по всем правилам курс диет. Ну вот, да, можно даже понять, что они отличаются здесь больше фруктов, оно, кстати, слаще, я же все время пробую. Конечно. А это более солененько. Да, мы просто стараемся не услащать и не добавлять никакие компоненты, которые услащали бы корм, потому что это, естественно, вкусно, это приятно. Как и человеку, так и лошади. Любой сахар, он приятен, он вызывает определенные ощущения, но и выброс, соответственно, глюкозы, который нам совершенно не нужен. А у нас здесь немножечко, скажем так, менее компонентный рецепт, но подобран непосредственно по Азирису, вот его потребности. И здесь, и здесь, как мы видим, находится кукуруза, да, и здесь, и здесь. У нас здесь все в микронизированном виде. Как мы видим с тобой, допустим, здесь есть ячмень, да, ты можешь его взять и посмотреть, насколько он отличается от первоначального вида ячменя, да, который мы видим с тобой за кукой. Микронизация, да, микронизация – это воздействие инфракрасного излучения. Пока на данный момент это лучший способ обработки зерна. Это дает возможность усвоиться корму в организме лошади, не потеряв все необходимые питательные элементы. Это супер, на самом деле, разработка. И с нашей точки зрения, с точки зрения врачей Хорс Дайет, соответственно, это лучшее решение с точки зрения обработки зерна. У нас здесь есть еще вариант обработки, например, это гранулы, да, грануляторы. И я могу сказать, что гранулы, здесь гранулы люцерны у нас, и гранулы мы можем использовать с точки зрения диетотерапии, потому что гранулы растворяются сразу в порошочек и максимально быстро усваиваются. Что нужно для лошади? Чтобы не было никаких стрессов, организм спокойно переваривал пищу и максимально все питательные вещества раскидывал по своему организму. Нигде, нигде не задерживаясь, да, как если бы мы взяли с тобой ячмень цельный, и он бы, пока эта оболочка там растворилась, пока он прошел бы вот этим транзитом, задевая все отделы ЖКТ, да, здесь он моментально сразу же попадает в нужное место, да. Опять же, здесь вопрос в том, что пища должна попадать в свой отдел желудочно-кишечного тракта, так как сено у нас находится в толстом отделе, да, как бы у нас там переваривается, и находится там порядка двух-четырех дней, пока оно там дойдет. То есть здесь у нас пища максимально должна усвоиться в тонком отделе, да, как бы, и попадение, допустим, того же крахмала и сахара в толстый отдел кишечника может нам грозить определенными проблемами ЖКТ в дальнейшем. Поэтому мы максимально рецепты улучшаем, и делаем их проще для того, чтобы лошади была возможность восприятия и лучше усваивалась пища. Соответственно, вот так вот. Здесь есть кукуруза, но мы с тобой, помнишь, разговаривали в прошлый раз, что кукуруза – это очень высококрахмальный корм, да? Но здесь его в ограниченном количестве. Мы считаем обязательно крахмал, сахар, сырой протеин, те вещи, которые я тебе говорила, да, с точки зрения химического аналитического состава, для того, чтобы не было пограничных значений, для того, чтобы мы не вышли за норму, и проблем с желудочно-кишечным трактом, о котором мы с тобой говорили, чтобы мы их смогли избежать. Маша, скажи, пожалуйста, на базе каких кормов вы делаете диеты? Есть ли у вас какие-то постоянные партнеры, или вы можете на любой базе это сделать? Если мы говорим о балансерах, которые мы делаем, индивидуальный меш, мы делаем с своим партнером непосредственно. А так мы базируемся на любых коммерческих линейках, но самое главное основа – это сено, потому что сено – это основа рациона, и от него мы можем исходить, что мы и как мы будем подбирать, для какой лошади, под какие потребности. Поэтому, чтобы нам составить правильный рецепт, мы берем с тобой сено. Так, готово. Берем щепоточку сена. Далее мы берем с тобой какой-то основной концентрат, например, овес. Берем. Сколько вешать граммов? Обязательно завешиваем. У нас есть... Ну, здесь мы, к сожалению, мы знаем, сколько у нас в ладошке грамм. Так, мы с тобой положили туда овес. Идем, смотрим балансирующие добавки. Мюсли, например, есть мюсли-балансеры, которые можно использовать к основному форму, если производитель разрешает, и состав предполагает разбавление. То есть мы берем... Мюсли. Это фрукты плюс. Фрукты плюс, да. В принципе, это сбалансированный состав. Но с учетом диетолога, если он сможет подобрать, скомбинировать, можно его использовать как балансер. Но, как правило, это более-таки монокомпонентные составы. Сейчас у нас, к сожалению, есть только фрукты плюс. Мы добавляем немножко фрукты плюс. Добавляем туда, если в составе нет мюсли, соль. Обязательно в порядке, потому что это требуется для нашей вознедеятельности натрий-хлор. Рассчитываем мы где-то с 5-9 грамм на 100 грамм живой массы веса лошади. А если соль висит и так в денеке, может, лошадь сама доберет? Соль в денеке висит для того, чтобы лошадь могла самостоятельно компенсировать потери вот эти солевые во время тренировок или пробежек, движения какого-то дополнительного, да. Для того, чтобы нам поддерживать водно-солевой баланс непосредственно в лошаде и регулировать этот процесс, мы добавляем его изначально в корм. Либо мы это делаем дополнительно, да, в зависимости от того, есть ли у нас в корме изначально эта соль, либо мы берем, покупаем обычную, соответственно, соль и добавляем ее в корм. Опять же, здесь нужно смотреть нормы. Обязательно в порядке смотреть сезон, летний, зимний сезон. Ну, здесь очень много нюансов, которые мы делаем при составлении. И всю вот эту смесь замечательную мы можем дополнить еще маслом. Масло – это замечательный ингредиент рациона, который позволяет доставить энергию максимально быстро до организма. Правильное масло подобрать нам поможет еще один человек. Ксения – это представитель компании «Хор Свет» Медведкова. Ксюша, привет! Ты нам необходима для наших кулинарных шоу. Пожалуйста, расскажи нам о своих линейках, о линейках, которые вы выпускаете под брендом «Хор Свет». Масла. Какие у вас есть масла? На данный момент в ассортименте «Хор Свет» достаточно большой выбор масел. Это, в первую очередь, конечно, льняное масло. Самое популярное, о нем Мария уже говорила. Практически каждый конник страны так или иначе знает, что льняное масло нужно в рацион добавлять. Какими бы кормами вы свою ложь не кормили. Также у нас в рационе есть облепиховое масло, чесночное, потом облепиховое льняное в том числе. То есть выбор есть. Но надо понимать, что необходимо, какое конкретно масло необходимо вашей лошади. Это вам уже нужно подбирать лично, если у вас есть какая-то база знаний для этого. Либо вам может посоветовать ваш диетолог, допустим, Мария. Какое лучше масло выбрать? Масло лучше хранить, конечно, в холодильнике по двум причинам. Во-первых, ни одна подкормка, ни одно масло не любит прямого солнечного света. Ну и, соответственно, перепад температуры она тоже не любит. Поэтому, если на конюшне есть холодильник, то, конечно, уже открытое масло лучше поставить туда. Какие еще у вас есть под вашим брендом вещи популярные? Смотрите, ну, либо вы можете приобрести, либо клиент может приобрести какую-то подкормку уже комплексную, но это не всегда доступно. Либо клиент считает, что можно, так сказать, выбрать определенную какую-то для своей лошади. Поэтому мы предлагаем также отдельно, например, можно купить желатин, МСМ, глюкозамин, куркуму, очень сейчас популярную, кстати, да, и кормить уже в зависимости от потребностей. Вот, также, естественно, в нашей ветаптеке представлена большая линейка импортных подкормок, которые считаются более комплексными, да, они дорогостоящие достаточно, но в данном случае нет необходимости покупать много подкормок, да, много бутылок, все это соединять в одно, тем более, что не всегда, допустим, конюхи на конюшне могут правильно соединить все эти подкормки или масла. Поэтому, если есть на то возможность, мы предлагаем клиентам приобретать подкормки импортных производителей. Вот, допустим, буквально недавно в нашем ассортименте появились подкормки от английского производителя Квайн Америка, вот, которые в себе сочетают очень серьезные составы, вот, и позволяют подобрать любую подкормку на любую необходимость. То есть, какая бы проблема у вашей лошади не была, и Квайн Америка предложит вам то, что подойдет и будет эффективно. Буквально за пару минут до моего появления Мария показывала, что если в кормах не присутствует соль, то необходимо ее добавить, да, несмотря на то, что в деньгке будет соль висеть. И Квайн Америка предлагает электролиты в виде подкормки Apple Lights, да, и для того, чтобы там не только будет натрий хлорид, да, то есть это комплексный набор солей, который восполнит потерю, которую ваша лошадь испытывала, там, во время каких-то нагрузок, да, и это намного удобнее, нежели просто купить соль. Конечно, это будет, так сказать, дорого обойдется относительно, да, но это будет более эффективно. Спасибо. Маша, ты обещала мне рассказать, как отличить хороший вес от плохого, что с ним нужно делать и зачем его нужно резать. Да, сейчас я расскажу, как определить хорошее или плохое зерно, хотя бы с точки зрения органолептики, да, то, что мы можем визуально отличить, да. Естественно, для этого требуются лабораторные методы, но своими руками мы можем все сделать. Мы берем небольшую горсть овса. Для того, чтобы оценить его цвет, мы кладем на темную поверхность и смотрим, какого цвета у нас зерно. Соответственно, оно должно быть желтым, ну, может быть, чуть светлее, чуть темнее, не должно быть зеленого оттенка, не должно быть буровато-серого и так далее. Это говорит о том, что оно поражено и, соответственно, будет непригодно для питания, да. Второй момент. Нам нужно с вами почувствовать запах. Я думаю, что вы сможете взять два разных компонента овса и попробовать понюхать его. Сможете ли вы, согревая немножечко дыханием, почувствовать запах? Ну да, чувствую, конечно. Какой запах сейчас идет? Приятный такой хлебный, да? Нет, не сказать. Конный. Конный. Привычный, да? Гомбардный запах, не затклый. Нет, нет, нет. Это говорит о том, что данный непосредственно продукт, скорее всего, не имеет никаких вредных веществ, соответственно, да, и, соответственно, не поражен. Но здесь мы точно не можем определить. Единственное, что мы можем? Запах, вкус, цвет и визуальная форма, да, соответственно. Так, дальше, что мы можем с вами сделать? Нам нужно понять, мы храним с вами зерно, да, и оно может за момент, пока мы его закупаем, момент, когда оно приезжает и хранится у нас, оно может напитаться влагой. И для нас это очень страшный момент, потому что оно начинает портиться, да. И сейчас что мы сделаем? Здесь два вида овса как раз, да. Мы его сейчас с вами разберем на зерно и попробуем разрезать, посмотрим, насколько оно впитало в свою влагу, или оно, наоборот, пересушенное, да, наоборот, пересушенное и потерял основные питательные вещества, грубо говоря. Смотрите, мы берем с вами зернышко и сначала очищаем от основной оболочки, для того, чтобы докопаться непосредственно до самого зерна. Далее мы кладем зерно на поверхность и не поперек, а вдоль разрезаем. И смотрим, как оно режется. Я вот у меня победился. Да, победился? Ну, вроде как. Ну, у меня то же самое, да, почти. Примерно так. Расскажешь свои ощущения, как быстро разрезано зерно? Не быстро. Не быстро. Я могу подтвердить эту информацию. А оно отскакивало от ножа? Нет. Нет? Ну, нет. Не отскакивало. Не отскакивало. Приходилось пилить. Приходилось пилить, да? А оно не было вязким таким? Нет, не было. Нет, не было, да? Было цельным. Это говорит о том, что оно не напиталось влагой. Если бы отскочило бы сразу зерно, то было о том, что оно пересушенное. Как раз потерял все необходимые питательные вещества. И, соответственно, нам пришлось бы вдвое-втрое увеличивать дозу для того, чтобы достичь результата, который мы хотим произнести. Если бы это зерно мы начали бы с вами резать, и оно бы начало крошиться, да? И, соответственно, прогибаться. Это говорит о том, что оно влажное. Оно уже напиталось влагой. И совсем скоро оно станет небезопасно для того, чтобы скармливать этот лошадь. Самый простой тест, который можно визуально определить с точки зрения зерна. Мы продолжаем наши кулинарные эксперименты. В следующем этапе мы будем отличать сено. На что обращать внимание? Что такое хорошее сено? Что такое плохое? Что такое разнотравие? И прочее, прочее. Маша, начинай. Так, у нас сейчас есть два совершенно разных вида сена. Если вы присмотритесь, у каждой из наших участниц кулинарного шоу, оно совершенно разное. Причем мы об этом не договаривались, мы просто привезли его с разных конюшен. И визуально, я думаю, вы сразу можете сказать, что есть визуальные отличия по составу, соответственно, по составу трав. Здесь мы видим с вами, что здесь преимущественно тимофеевка, но есть и другие сорта злаковых. Это говорит о том, что это сено преимущественно злаково-разнотравное. Здесь у нас с вами, если мы покопаемся и посмотрим сено, во-первых, цвет, он темнее, но это не говорит, что это качество сена хуже. Здесь говорится о том, что есть травы темные, да, скажем так, цвета, которые присутствуют в этом сене. Здесь мы с вами можем, если разберем, найти люцерну и посмотреть, есть здесь бобовые. Здесь как раз можно увидеть горох. Что мы можем сделать с сеном, помимо того, что можем отличить, соответственно, по качественному составу визуально какие травы, да. Для этого нам понадобится ботаника и долгое количество времени. Но, если уделить этому время, действительно реально. Итак, второй момент. Мы можем сейчас с девочками посмотреть на запах, на цвет. И очень важно, здесь, к сожалению, мы не можем этого сделать, но мы делаем это при дневном свете, выносим сено и смотрим, есть ли на них споры, грибов, пленки, легкий белый такой налетик. Это нужно будет посмотреть. Вот это сено, на мой взгляд, выглядит прекрасно. Надеюсь, ничего такого не вижу. Пахнет летом. Далее, если мы с вами видим, что плесени и кропчатости как таковой нет, да, что это сено не поражено, соответственно, мы можем сделать с вами простую пробу, такую же, как и с зерном, на влажность. Только мы сделаем это с сеном, да, которое у нас пришло. Что нам для этого требуется? Мы берем жгут и начинаем его скручивать. Раз, два, три, ну, до пяти раз где-то мы его скручиваем. Так. Какие ощущения в руках? Ну, я чувствую чуть-чуть влагу, да, есть такое. Да, тоже есть ощущение, что небольшая влажность какая-то присутствует. Холод. Холод есть? Нет, прохлады? Прохлада. Вот я могу сказать, что действительно, вот это сено, оно более влажное, чем... Чашель второе. Здесь более сухое сено, и у вас оно немножко переламывается, говорит о том, что немножко был момент пересушивания, да, как бы в какой-то момент, скорее всего, это естественная сушка, в какой-то момент он пересохло, да. Но оно при этом переламывается, не... При скручивании не растягивается, и оно не влажно. Это сено влажное, причем довольно-таки немаленького процента влажности, потому что когда мы начали его скручивать, он начал, вот этот вот клочок, скажем так, наш, он начал прокручиваться, то есть вот как жвачка, да, и вот надо смотреть, до какого момента и какое ощущение в руках. Холод, прохлада, либо же мы четко чувствуем влагу. Это говорит о том, что оно уже находится на верхних стеблях, и говорит о том, что это сено, естественно, требует правильного хранения, да, что оно либо уже было немного влажным и требует сушки, либо требует правильного хранения. Понятно. Очень полезная информация тоже. Сейчас мы учимся правильно запаривать еду. Погнали. Температура у нас какая, ты говоришь? 60 градусов должна быть, обязательно, она должна быть не горячая, не кипяток, должна быть теплая, но при этом, да, мы где-то порядка рассматриваем с вами литраж такой, что на литр, который мы рассчитываем пищи, да, мы полтора литра воды где-то используем для того, чтобы приготовить кашу. Вот сейчас Ксения как раз идеально нам приготовила смесь, залила правильно, стоять она будет у нас где-то порядка 20 минут, 23 минут, в зависимости от состава, если там есть в составе жом, соответственно, нужно пропаривать больше, потому что он гикроскопичен и потом разбухает очень сильно, да. Но не все же нужно запаривать? Нет, мы можем не запаривать, но в запаренном виде она усваивается лучше, скажем так, да, с точки зрения каши, и есть лошадь, для которых это необходимо, именно запаривание, да, скажем, и жом обязательно запаривание. Он, в принципе, обязательный, то есть если у нас был бы в составе, мы не могли бы прописать его в сухом виде, соответственно, на проедание. Итак, мы с вами запарили пищу, очень важно, что в летнее время мы не должны оставлять надолго этот запаренный меш, потому что он начинает набирать в себе всякие различные нехорошие вещества, канцерогены, вот, поэтому мы засыпали сейчас, что мы дальше добавляем? Если в составе нет, мы добавляем соль, и когда у нас остыла смесь, перед тем, как мы начинаем этот непосредственный рацион, мы предлагаем нашему подопечному, мы добавляем необходимые премиксы подкормки, которые идут к основному составу рациона, то есть подкормка всегда подбирается к основе рациона для того, чтобы дополнять, но ни в коем случае не давать изобилия, переизбыток или недостаток витаминно-минеральных комплексов вещественно, да? У нас Ксюша как раз привезла подкормки, да? Да, супер, какую подкормку мы будем использовать? Давайте используем вот мою любимую подкормку, сейчас она очень актуальна весной, да, это Кофлес, подкормка Кофлес от производителя Equine America, это Великобритания, вот, она содержит в себе MSM, эхиноцею, ламинарию, чеснок, пажетник, это все то, что есть отдельно, или можно купить вот такую баночку, которую вам хватит на 70 дней, да, использование, это очень выгодно во всех отношениях, не сложно, одним, так сказать, одной банкой вы рацион очень сильно лошади выполняете, уже так, здесь у нас всегда есть мерная ложечка, чтобы не ошибиться, справиться каждой, понюхайте, как пахнет классно, подкормка. Ой, совершенно да. Запах вкусный. И мы так добавляем и перемешиваем. Ложку достаем. Никаких проблем. Мы замешали нашу полезную еду. Все, наша еда остыла, мы замешали необходимые подкормки, и все это можно давать уже непосредственно нашим подопечным, а именно близким нашим друзьям-лошадям, для того, чтобы они были здоровы, ну и, соответственно, продлили свой путь счастливыми и здоровыми, да, чтобы свой путь продлились счастливыми и здоровыми. Для этого у нас есть специалисты, да, диетологи, которые работают в нашей команде, и есть прекрасные совершенно ребята, которые могут предоставить на весь ассортимент любую линейку ингредиентов и подкормок. А это непосредственно Ксения, которая работает в курсе в курсе. Спасибо за доверие. Спасибо. Маша, я знаю, что ты привезла нам показать программу индивидуального питания, расскажи, пожалуйста, что входит в заключение по результатам осмотра и анализов? В итоге мы получаем с вами анамнез, результаты программ питания, которые мы нацелены сделать, да, расшифровка лабораторных исследований, которые мы с вами провели, подбор компонентов. Здесь как раз мы указываем, какие компоненты и почему мы вводим в рацион, да, индивидуальный энергетический параметр рациона, сколько энергии, количество энергии нам нужно, состав мюсли, аналитические показатели, то есть это обменная энергия, сырая клетчатка, крахмал, сахар, да. Здесь у нас есть рецепт, как раз который, по которому мы с вами готовили, да, здесь есть в процентном соотношении, который нам с вами нужен. Есть нормы, утро, день, вечер, сколько, что нам нужно добавлять, в какой прием пищи и как это нужно заваривать, мы дополнительно прописываем, потому что не каждый знает, да, сколько и в какие дни без нагрузок и с нагрузками мы используем нормы, а также у нас есть примечания. В примечаниях у нас как раз написано, какие подкормки, какие альтернативные подкормки мы можем выбрать для определенного случая, и что идет на постоянной основе, что для баланса, да, кальция, допустим, вот сейчас магниевого соотношения, да, и что нам нужно для набора мышечной массы, составления мышц. Вот сейчас на примере одной из программ мы можем посмотреть, здесь же есть удобно, к сожалению, это не крикабельно, но есть ссылка, ну, здесь она распечатана в интернете, она просто щелкается. И вот это увеличить нельзя, да? Да, да, нельзя, то есть мы можем щелкнуть и сразу же переходим на сайт Хорс Свет Медведкова, и сразу находим те компоненты, которые необходимы. У них сайт очень удобный, поэтому одной ссылки хватает для того, чтобы сразу понять, какие варианты подкормок нам сейчас на данный момент или ингредиентов нужны. Здорово, очень удобно. Спасибо тебе большое. Девушка у нас Юлия Разгули, ее ник, вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, самое полезное угощение для поощрения во время тренировок и диету для поддержки суставов пожилого поня. Да, сейчас в нашем ассортименте огромное количество различных лакомств для лошадей, да, на выбор разные вкусы, разных цветов, разных размеров и разных форм, но основная масса не содержит сахара, это очень важно, да, и это очень удобно для дачи. Вот, я привезла буквально три варианта, да, потому что все привезти невозможно, поэтому показываю самые популярные. Вот такие вот сердечки, да, печеньки, которые можно их людям, которые люди едят не меньше, чем лошади. Очень интересный состав, полностью натуральный, кроме всего прочего, они еще содержат в себе пробиотик. В общем-то, ни одной лошади такие печеньки не повредят. В иммеренных дозах, конечно, все должно быть адекватно, естественно. Здесь вот такие вот красивые хрумчики с бананом, да, тут немножко другой состав, ну, людям желательно не есть даже с точки зрения безопасности зубной эмали. Вот, составы очень простые, овес, пшеница, яблочное или там какой вкус, допустим, в данном случае банановое пюре, тоже основное масло лошадей с удовольствием едят, ну, перекармливать, конечно, не нужно. И даже, а вот импортные производители дошли до того, что, знаете, сейчас очень модно для людей все покупать продукты с отсутствием глютена, даже там, макароны, да, то вот, например, сам Хипполют, это немецкая компания, они выпустили отдельную линейку лакомств без глютена. То есть, если у вас лошади, там, различные проблемы с ЖКТ, и, допустим, там, проблема с ламинитом, да, и, там, нельзя зерновые, то вот такое лакомство безглютеновое очень даже хорошо. При этом оно остается таким же вкусным. Вот это мы видим по лошадям. Так что, также у нас есть ссылка на сайте, да, на все лакомства. Мы их не советуем, люди берут их самостоятельно. Они не требуют ни рекламы, ни советов, по большому счету. Ну, вообще, сахар, он же не так опасен, правильно? Сахар опасен. Опасен. Да, так что, да. Сахар опасен как для человека, так и для лошади. С этим нужно быть очень аккуратным, с этим замечательным компонентом, как таком цельным сахаром, если мы говорим сейчас, да. Сахар находится также в моркови, и на полтора килограмма, например, моркови у нас будет порядка 10 кубиков сахара. То есть, представляете, разницу веса. То есть, мы полтора килограмма моркови сделаем с точки зрения вкусняшек или дадим 10 кубиков сахара. А еще туда мюсли. Так в мюслих же тоже содержится сахар. Да, это вообще бомба. В мюслих же есть миласа, это тоже в моркови. Да, это тоже сахар. То есть, здесь зависимость еще от количества. Как правило, я производитель использую, чтобы это не пылился, корм, но есть производитель, который включает миласу с точки зрения компонента энергии. И калорийность. И калорийность. Соответственно, это тоже сахар. И когда мы понимаем с вами, что везде у нас есть сахар, и мы дополнительно еще нагружаем организм этим количеством глюкозы, да, мы вызываем с вами очень неприятные моменты. Это как раз то, что я говорила, реакцию инсулина, инсулинорезистенции, да, когда, соответственно, у нас идет выброс этой глюкозы, ее нужно убрать большим количеством. И мы сами провоцируем те самые проблемы, да, проблемы обмена веществ и так далее у лошади, не подозревая об этом, да, пользуясь классическими правилами кормления, которые сейчас в наше время уже не уместны. Понятно. Спасибо. С сахаром мы будем осторожны. И вторая часть вопроса. Какую диету для поддержки суставов пожилого пони можете посоветовать? Вот тут достаточно распространенная ошибка частных владельцев. К сожалению, профессиональный диетолог или даже сотрудник ветеринарной аптеки не может вам подсказать, да, частному владельцу, чем кормить и как вашу лошадь, потому что нужно иметь комплексное представление о том, как живет данный пони, да, чем он питается, какие конкретно у него проблемы существуют. Это не просто проблемы с суставами, да, проблем бывает достаточно много, они все разные и нужно конкретизировать. Поэтому ответ на этот вопрос не так очевиден, да, и нам нужно иметь больше информации, будем так говорить, для того, чтобы грамотно на него ответить. Следующий вопрос задает нам под ником девушка с фалерид 45. Здравствуйте. Вопрос про подкормки. Возможно ли перестараться в даче лошади витамин, минералов? Перестараться можно, и очень часто существуют ситуации, когда люди либо делают рацион совсем скудным, либо перенасыщают его с точки зрения дачи дополнительных подкормок, да. Как избыток витаминов, так и недостаток этих витаминов, да, в организме будет по симптоматике совершенно похож. Я вам скажу так, что здесь нужно делать четкий анализ рациона и смотреть по проблеме лошади, да, смотреть, есть ли в этом рационе избыток или недостаток тех или иных витаминов и минералов, да. Как проявляется переизбыток? Переизбыток? Ну, здесь очень… По анализам? Ну, нет, ну, не только по анализам. Вообще общий комплекс сначала – это делать анализ рациона. Первое – для того, чтобы исключить избыток витаминов и минералов, делать анализ рациона. Из него уже будет понятно, что есть уже несколько, допустим, источников, этих витаминов и минералов, которые явно уже будут плюсоваться в организме и создадут этот переизбыток. А далее уже можно и лабораторные исследования, и анализы шерсти, и кожи, и все, что угодно. Да, либо если вы видите, что… Как у нас принято, если хочется подавать, допустим, подкормку для копыт, но если сам человек видит, что у его лошади нет проблем с копытами, и к нему так или иначе приезжает коваль, который проблем не видит, то, конечно же, не нужно давать этой лошади подкормку для копыт. Да, допустим, можно давать подкормку для суставов или раз в полгода давать витаминов и минеральный подкормку, да, она не повредит. Но, опять же, не нужно и кормить же год, так как у нас тоже бывают, ошибаются люди и считают, что витаминов и минеральный подкормку кормить круглый год. А вот наступила весна или осень, такое сложное время, прокормили, в любом случае вы ситуацию никак не ухудшили, прокормили ровно ту дозу и тот курс, который предлагает производитель, вам всегда производитель укажет ровно тот курс, который должен быть. Не надо его повторять просто и все, без необходимости. А если, конечно, вам врач или диетолог говорит, что есть необходимость, что этого было недостаточно в связи с тем, что, допустим, там лошадь продолжает не получать скудный рацион, то, конечно же, уже можно и повторять все по назначению. В общем, итог какой? Лучший враг хорошего. И заключительный вопрос рубрики «Вопросы от подписчиков», потому что, я полагаю, мы ответили на большинство ваших вопросов уже в сюжете, задаст нам его Юлия Кор. Какое реальное время хранения запаренных ВТМ и мешек? Именно если мы говорим с вами, мешек готовы, заливали водой, то мы с вами уже на примере, в принципе, нашей готовой связи показали, что запариваем мы порядка 20-30 минут, не более 40 минут. Здесь все зависит от компонентов. Если это жонг, то мы оставляем чуть подольше для того, чтобы он все-таки достиг разбук, скажем, достиг своей необходимой конечной цели. Все остальные мешки мы запариваем в течение 20-30 минут и ни в коем случае не оставляем на такое количество, долгое количество времени. Особенно, если это жаркое лето. Это тоже опасно накоплением канцерогенов непосредственно уже в наших мюслях. А по поводу хранения, допустим, тех же самых мюсли в мешках или в баках, нам, например, я думаю, расскажет Ксения. Опять же, все зависит от вида корма. Если он не запарен, если туда не попала влага, мы с вами клиентом всегда предлагаем приобрести баки достаточно герметичные, опять же, для того, чтобы туда не попадала влажность. И все зависит в пределах сроку годности. Если вы открыли мешок там, неважно, это люцер, ножом или это уже готовый корм, то в сухом помещении, где не попадает влага, желательно не в мешке, я повторяюсь, потому что мешок-то или иначе открыт. Может, в пределах срока годности спокойно хранится. Не запаренный, конечно, да, не запаренный в виде, просто в готовом. Ксюша, Маша, спасибо вам большое, что пришли сегодня на этот выпуск Хорс Обжора. Я думаю, что мы осветили главные вопросы, главные моменты. Вывод какой у нас? Питайтесь правильно, следите за своим питанием, за питанием ваших лошадей и обращайтесь к профессионалам, например, Хорс Вет и Хорс Диет. Ну что, друзья, выпуск Хорс Обжор состоялся. Я надеюсь, что он будет вам полезен. Вы примените наши советы, рекомендации и будете внимательнее относиться к питанию ваших лошадей. И подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. Яблоко! Хоба!